На территории в 4 гектара 23 тысячи квадратных метров для качественного образования. У школы номер 100 появилась пристройка, корпус для начальной школы. Хотя просто пристройкой это здание назвать сложно. Скорее, это отдельная полноценная школа со всей необходимой инфраструктурой. Новый корпус сотой школы в Веселом возвели за рекордные 10 месяцев. Сегодня его открыли в торжественной обстановке. Среди почетных гостей вице-губернатор Кубани и глава Сочи. Ну и, конечно же, ученики начальной школы, которые очень скоро оживят эти стены. Для них представление с Дедом Морозом и поиском потерянного ключа от школы. Им же право разрезать красную ленту и первыми переступать порог своего второго дома. Вместе! Давай, начинаем! Раз, два, три! Для гостей провели экскурсию по новому зданию. Это полноценное учебное заведение со своей столовой, медблоком и спортивным залом. В классах новая мебель, интерактивные доски, компьютеры, лингофонное оборудование. Все, что нужно современным детям для качественного образования. Проект очень качественный, комфортный, отвечает всем современным требованиям. И какую задачу выполняет в данном случае этот корпус? Мы переводим детей в одну смену. Это сегодня принципиально важно, потому что перед школой стоит задача не только, в общем-то, дать образование основное, но и дополнительное образование, как ключевой элемент образования. Дополнительное образование дети смогут получать, например, вот здесь. Это хореографический зал. Здесь будут преподавать бальные танцы, классический балет и брейк-данс. В спортивном блоке откроют секции по вольной борьбе, волейболу и баскетболу. Новый корпус рассчитан на 500 учеников начальной школы. А заниматься в этой игровой и отдыхать вот в этой спальне смогут дети помладше. По новым федеральным стандартам необходимы игровые спальни для того, чтобы мы могли принять детей младше 6,5 лет. И по закону все имеют право, но не у всех созданы условия. В этой школе созданы условия все и для этой категории детей. Есть все условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего же в сотой школе будут учиться 1800 детей. Все в одну смену. Но в Сочи остается еще 15 тысяч школьников, которые начинают обучение после обеда. Проблему решит активное строительство новых школ. 2018 год будет в принципе тоже годом достаточно напряженным, потому что нам уже подтверждено строительство двух таких же на 400 мест школ. Одна это пристройка к 82 школе, это в Дагомысе. Другая пристройка это к 15 школе у нас в центральном районе. Ну и мы планируем начало строительства школы на Мамайке. За последние годы в Сочи построили 8 новых школ, но останавливаться на достигнутом никак нельзя. Ведь только за этот год в городе стало на 13 тысяч школьников больше.